О, да Влад, влогер что ли? Не понимаем. Он то там, то там, то там. Когда он делает бизнес? Наверное, он только влогер и у него нет бизнеса. Некоторые даже так и думают. Я тоже это делаю, но проблема этого категории людей заключается в том, что в кризисный период вы это делаете не можете. Первый год можно сказать, что он дает вам 100 долларов, через несколько время по 1000 долларов дает, потом через несколько время по 10 тысяч долларов дает. Постепенно, постепенно, потом видеть, что этот бизнес дает по 50 тысяч долларов. Возможно. Первое, когда вы сажаете, она маленькая, она недорого стоит, например, саженцы, которые вы купили, но год за годом она же это растет, она растет и подорожает, подорожает. Год дает вам миллионы долларов и так далее. На данный момент у меня 24 компании. Как я ими управляю? Когда люди не могут один бизнес управлять. Здравствуйте, дорогие наши слушатели, дорогие наши читатели. Меня часто задумываются вопросы, что, да Влад, как вы управляете столько-то бизнесами и так далее. Это же тяжело и сложно. И часто вы едете, летаете, часто вы постоянно путешествуете и так далее. Очень многим людям, на самом деле, интересно, как на данном этапе, я управляю столько-то бизнесами, худо и бедно, как бы не сказать. На данном этапе у меня 24 компании. 24 компании, и они работают. И все они работают в разных странах. Они работают в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане, России, и Малайзии сейчас запускаются, и в Америке. Они в данный момент те компании, которые у меня реально работают и в данный момент функционируют. И мне много задают вопрос, что, пожалуйста, расскажите, как вам удается вот 24 компании управлять. Дело в том, что первое, что я хорошо понял в этой своей работе, надо думать не о том, чтобы просто чуть-чуть зарабатывать деньги, надо думать, как создать хорошую капитализацию компании. То есть, это что означает? Это означает, что люди делятся на несколько категорий. Первая категория люди, они ищут просто шансы, чтобы какие-то, скажем, я это назову эффект фейерверка. Они ищут эффект фейерверка. Что такое эффект фейерверка, вы, наверное, заметили, бух и нет. То есть, они ищут какие-то срочные, быстрые, одноразовые деньги. Например, случаи были такие, как, скажем, это, спендер или как там называется, которые крутили в руках. Потом стало там такие случаи, что сейчас модно стало все ищут маски вот для китайцев, там, миллионами штуками и так далее. То есть, одноразовые сделки, которые люди могли бы зарабатывать. Они ищут такие вещи. Это первая категория людей, эффекты, я их называю, что люди, которые ищут эффект фейерверка. Я тоже был такой раньше, я иногда вот так ждал, ждал сезон фрукты, сразу успевал вовремя, чтобы первый свежий оберкос поставлять или как-то, не знаю, сезон. Когда видишь, что на рынке мало морковки и так далее, морковка загрузили или динни и так далее. В общем, это тот первый шаг, который большинство людей пытается строить бизнес по такому систему, по такому моделу. Ищут эффект фейерверка. Случайно, резкий и быстрый денег они хотят. Но проблема в том, что это повторить вы не можете, когда вам надо, когда вам нужны деньги, вы это повторить не можете. В нем не может быть стабильности. Вторая важная вещь. Люди ищут тренды, люди ищут моду. Они ждут когда-нибудь сезонности и так далее. Это похоже, что в 2000-х годах, в 2005-х годах вы купили бы недвижимость, а потом оно могло бы подорожать, вы могли бы его продавать и так далее. Некоторые люди там на волне роста сотовые операторы заработали хорошо. Кто-то на волне недвижимость, кто-то на волне чего-то и так далее. Большинство из них, например, сейчас тоже есть такие сезонности. Я тоже так делал, я заготавливал рис, потом ждал, в декабре я заготавливал удобрения, сли, травмофосы и так далее, потом ждал, когда, если в декабре я заготавливал, ждал потом март месяц, чтобы продавать их. Еще были часто того, что я заготавливал лук или там яблоко или что-то. Иногда получилось, иногда не получилось. А когда получилось, я радовался, когда не получилось, сказал, ну, Господь столько давал, Аллах столько давал. значит больше не давал и так далее было такой момент когда мне так показалось то есть это означает что люди которые ищут тренды ищет что моды и так далее чтобы в них заработать я тоже это дело но проблема этого этого категории людей заключаться в том что кризисный период в это деле не можете понимаете люди которые разбогатели за счет такого вещь они это не могут повторить у них нету навыки которые можно повторять когда надо из третьей категории людей это третья категория бизнесмены которые создают систему они стратегию разрабатывать и стратегически старается что-то делать то есть они создают одну потом постепенно его увеличивает 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 я по такой мне это все везде были я понял что это не будущее то есть получается что здесь вы пытаетесь немножко зарабатывать деньги если вы сама посмотрите люди делись на два категория два направления получается здесь вы получаете итоги немножко деньги но эти деньги потом исчезнет расходуется и так далее а вот здесь у вас происходит капитализация что значит капитализация вашего бизнеса бизнес поэтапно растет потихонечку потихонечку первый год можно сказать что он дает вам 100 долларов через несколько время по тысячи долларов дает потом через несколько время по 10 тысяч долларов постепенно постепенно потом видеть что это бизнес дает по 50 тысяч долларов возможно месячного прибыла возможно годового и так далее потом дойдет наступить не когда в год дает вам миллионы долларов и так далее то есть вы поэтапно строите систему которая позволяет рост капитализация вашего бизнеса первым делом что я делал я начал это понять я начал это понять это дело в том что вот когда вы создадите систему когда вы строите стратегию когда вы поэтапно вращиваете компанию постепенно постепенно система начинает гнилировать деньги первым делом что я начал понимать именно это поэтому я когда выбираю идею выбираю проект и так далее я выбираю только те бизнесы которые определенных формула соответствует первым делом я выбираю только те проекте которые я могу вращивать их то есть создать система который выращивает как я это делать сначала я возьму одну вот взял одну сделали то один понял что как он работает например я взял один магазин парфюмерии открыл потом понял как это работает прибыльно неприбыльно какие проблемы там есть с чем я могу стал кого и так далее то есть получается что вот так я это делал одну магазинчик открыл сначала сам прошел все эти ошибки и тогда потом разработал систему который позволяет мне это масштабировать приумножать на данный момент в одном моем бренде 388 магазин в другом бренде 40 другом брендер тоже масштабировали 43 магазина видите я как эту модель начал копировать делать сначала парфюмерным бизнесе потом дело начали тоже сами одно магазин техника дело вы давая техника всякие тысячи мелочей тогда на сегодняшний день их уже 7 магазинов вот так я начал делать каждый 3 это например 2 до 3 бизнес оптики один из моих бизнесов это оптики я взял бизнес который у него было 24 магазинов я выкупит доля этого бизнеса сейчас я хочу делать их 300 магазинов я работаю над этим 400 по нашим по стратегам расписано стратегия к 2000 аллах жас 2025 году то есть видит я вращиваю бизнес системно вращиваю его то же самое делаю садоводстве садоводство это большая капитализация работа над этим потому что дерево когда вы сажаете она маленькая она недорого стоит например саженцы которые вы купили но год за годом она же это растет она растет и подорожает например если даже на но дерево я потрачу например с учетом расходы зарплате все пусть будет скажем 70 80 долларов первый раз когда его сажаем но потом за него же она год за годом растет через 35 лет это дерево будут намного другая потому что одно дерево может быть менять даст в год в районе от 20 до 50 до 100 до 200 долларов прибыла каждый год потом он дает сам дерево дает понимаете это есть вращивание капитализация сначала я делаю всегда чуть-чуть небольшой небольшое получается а потом его масштабирую понимаете это что такое я собираюсь с помощью всевышнего миллион дерева сажа это очень много чего миллион дерева это реальный труд и реальной капитализации так далее я над этим работать теперь это было о том как я выберу проект почему я это делали на данный момент у меня 24 компании как я не управляю когда люди не могут один бизнес управлять почему потому что они не могут систему создать у них не хватает стратегических понимания как создавать систему как я это делал сначала была так я сейчас на ростуют как я сначала делал а потом нарисую как дальний момент идут сначала был так довладов вот этоır evangelical был человек такой который делал все подряд здесь были проекте здесь один проект парфюмеры здесь строительство здесь садоводство здесь там магазине техника и так далее так далее так далее так далее вода сама тренинговой компании и тогда их было много я не успевал ничего делать когда их было поменьше я успевал когда бизнес на расстояние протянет рукой вы успеваете были небольшой банк и так далее общем количество проектов увеличивалась год за годом я заработал инвестировал заработал инвестировал заработали инвестировал какие ошибки с чем я столкнулся я у меня не хватало время не хватало время их контролировать то есть получается что самом начале финансовый анализ я не успевал делать я не успевал делать финансовый анализ первая основная проблема была у меня не хватало время время не хватало чтобы делать аудит прежде чем зайти ли в какой-то нибудь бизнес ли какой-то проект я отталкивается всегда от слова которых хозяева бизнеса говорили мне кто-то доля бизнес продавал меня кто-то понял силиком бизнес продавал в общем факт остается что у меня не хватало время их контролировать соответственно я попозже отдельные ролики я буду рассказывать с какими ошибками я допустил столкнулся и так далее про ошибки отдельно ролик буду говорить куча есть вещей которые буду рассказывать сейчас хочу рассказывать как я управляю 24 проектами вот было в общем такое это я и все эти проекте их общем стало 10 12 так далее больше больше а потом я заметил что я вообще не успевает контролировать вкладывая деньги денег не возвращается я иду инвестирую деньги не вижу прибыла вроде вкладываю вкладываю а обратно прибыли не нахожу нету прибыла потом я начал задуматься очень долго и полностью изменили все это моделл это модель изменили два года назад я просто сидел думал кто я сначала первое что я задумался кто я значит давлата в бизнес наставник а значит где могу реализовать себя как бизнес наставник а значит сама и определить для себя сама основной один из проектов которые должен лично сам заниматься значит это проект по которой буду работать как бизнес наставник значит вот и стал латов он здесь сидит он управляет его хорошо остальные практичном кто я я бизнесмен а я как бизнесмен у меня время остается управлять бизнесами не остается тогда чего надо делать чтобы ли же мне чтобы не были же заниматься писать книги обучать учеников и так далее так далее в этом я вижу свою миссию или заниматься бизнесами управлять своим бизнесами потом я долго размышлял разрешал я понял ага я создам холдинг я создал холдинг вот здесь ходить юди ай юнайте девало инвесмен групп создал эту холдинг который является продолжением меня когда как бизнесмена значит это холдинг делать то что делали а то в чем дело он управляет моими проектами проект это много он управляет всем менеджмент вся менеджмент управление принадлежит именно этому холдингу холдинг управлять дня не управлять холдинг занимается я нанимаю правильных руководителей и правильно направляю правильность система наложу здесь и они вкладывают усилий чтобы здесь бизнес-процессии структура контроль стратегия система статистика и так далее так далее автоматизации тогда чем занимается доходы у него три основная задача первая задача привести бизнес в порядок то есть упорядочить внутри этого любой бизнес единиц 2 что он занимает упакует это упакует и подготовить это бизнес к масштабирование 3 что он занимается внедрять технологию и его масштабируют основная задача это холдинга в этом заключается теперь с чем я столкнулся третья вещь третья вещь кто я я инвестор потому что я всегда выкупал доля бизнеса продавал у меня 67 бизнеса опыт есть 67 бизнеса и это были единственным учрителям где-то был основателем что из них банкрот или что-то продавалось данный момент 24 из них то что существует то что есть значит кто я как инвестор я с ним подумал как я реализую себя как инвестор где я себя реализую как инвестор я думал мне же время не остается все делать соответственно что создал я создал третий вещь называли его если финансы ему родов латов в франции то есть если фонд вот это если финанс он занимается именно инвестированиями это занимается то есть получается что теперь на данный момент не я занимаюсь инвестициями я создал здесь специальный команду который помогает мне выбирать проекте выбирать анализировать проекте мои ошибки с чем были связаны с нехватка времени чтобы делать анализы глубокие анализы финансовые анализы юридические анализе и так далее или соответственно теперь что занимается transformed с dimans то есть аккумулирует все деньги со всех проектов и играет роль небольшого банка то есть он аккумлирует все прибыли которые приходят из разных проектов и так далее и он занимается инвестированиями я занимаюсь инвестиции он занимается теперь инвестиций все деньги которые попадают к нему или то что я зарабатываю я всегда раньше я сам выкладывал проектов теперь я все вкладывают только если финансы он занимает роль инвестирования правда содержат вот эту группу это очень дорого правда это очень дорого правда это приличная сумма стоит чтобы содержать команду управляющей компанию команда который управляет фондом это приличные деньги но она окупается на длительном периоде когда вы хотите выраживать капитализация всех организаций потому что вы в одиночке это не можете делать а я что понял я просто в одиночке я не могу создать миллиардный компанию моя цель построят миллиардный холдинг это значит единственный способ создать грамотный команду который помогает тебе это все делать и вот и все и 4 вещь кто я я меценат я много занимаюсь инвестициями и так далее то есть благотворительности и очень много благотворительности делаю и так далее почему потому что но я только больше всего на образование ориентирован я не вкладываю на скажем помогать инвалидам или другим-другим это я только больше вкладывая на образование меня интересует образование я ориентирован на это почему потому что да чтобы я не делал я не могу изменить судьба этого там например кого-то там если господь его сделал таким я его ничего не могу изменить если он инвалид или что то да чуть-чуть помогать ему можно чтобы он как-то дали но если я вижу талантливого парина если я вижу что у этого парня возможно стало ему я читаю что надо давать шанс потому что один нормальный талантливый парень принесет в этом мире очень большое изменение очень огромные изменения поэтому я создал отдельно с дефон с дефон занимается сам родов латов фон это франц это фон он занимается только благотворительности теперь меня это дело я всегда все мои организации все мои организации ежемесячно стабильно выделяет два с половиной процента от моего прибыла и вкладывается в это фон и фон мина копим накопим и у меня план построить хотя бы 100 образовательные центры через это фонд через то фонд в разных районах в разных селах в районе разных местах в разных возможно не знаю я сейчас думаю стратегия работают размышляю чтобы мои бизнесе помогли мне чтобы одной из цель моей жизни выполнять умеет своей цель жизни определенные один из них это хотя бы 100 образовательные центры после не будут небольшие после этот но это пусть должно быть источник такое место где любой районе или селе те местах даже где где обычно никогда не пойдут никакой бизнес тренер и никогда не пойдет какой-то цивилизации чтобы просто кому-то научить но я знаю что в там тоже найдется ребят которые у них есть мозги и ребят которого можно научить ребят который нуждается этими знаниями вот эта структура которая разработала создал и она работает без меня худо и бедно 24 компания построил который работает без меня я себя реализую по-прежнему как бизнес-трейнер как наставник я пишу книги я работаю со стороны иногда видит люди интернете или где-то они год о том лот в логере что ли не понимаем то там то там то там когда он делит бизнес наверное он только в логере у него нету бизнесов некоторые даже таки думает добро пожаловать приходите научу как это делать приходите вы поймете пути у меня в бизнеса ближайшее время выходит документальный фильм до конца года сейчас выходит про меня художественный фильм наставник где моя судьба полностью из нуля показывается все но потом выходит документальный фильм в этом документальной фильме я показываю кучу море кейси как каждый это проект строилась какая же это бизнес мне удалось сделать я буду показать очень много именно реальный в кейсах примерах как это было что было потом что было теперь до сегодняшний день я много давал в ютубе очень много скажем ролики только по финансовой грамотности для массовой народа и так далее теперь всегда следите на мои именно программа который советит давлатова или соблюдайте пожалуйста именно скажем бизнес наставник если вы видите под ролик что написано совет от бизнес наставника тут это совете только для владельцы бизнеса и для тех кто хочет открывать бизнес теперь пожалуйста под этом рубрика под это видео пишите от 3 до 5 вещей которые вы для себя открыли для себя поняли осознали что вот она как надо делать и что вы пойдете делаете пишите в этом комментарии от 3 до 5 классальные вещи которые вы получили из это видео желаю вам успехов